Постоянно какие-то работы происходят, мы их просто отчасти видим, отчасти не присутствуем. Но сейчас мы говорим прежде всего о реконструкции той площадки, где стояло аварийное здание много-много лет. Поэтому университет вместе с Минобразованием вышли в Министерство образования к учредителю с просьбой, чтобы снести его. Соответственно, очень важно подчеркнуть, студенты сами выбрали, что здесь должно быть. Соответственно, это обустроит практически весь пространство вот этого городка студенческого принципиально важное. Мы увидим совершенно новый подход в спортивном, таком оздоровительном небольшом центре. Вот это второе основные корпуса, которые все-таки создают колорит городского уже пространства, внешнего прежде всего. Мы тоже видим масштабную реконструкцию, первые в очереди это, конечно, фасадная часть, крыша. Вот это принципиально важно, чтобы уже внутри хорошо делать, надо сначала контур закрыть, как говорится. Ну и здесь принципиально важно, что тот корпус, одиннадцатый у нас, да, тот? Восьмой, вот рядом? Нет, который протекал, протекал. Восьмой. Восьмой корпус тоже уделяется ему внимание. Соответственно, все практически завершают замена фокон, и это очень важно. Ну и те вопросы, которые там вызывали внимание, тоже будут устраняться, я так понимаю. Учебному году тоже порядок привели. Поэтому здесь тысячи тысяч квадратных метров, постоянно работы ведутся. Но самое главное отметить, что территория городка стала совершенно другой. Она стала универсальной, прежде всего надо подметить. Вот фонтан не работает. Прошли фонтан, не работают. Вот, посмотрите, в городе все точки, где есть фонтан разного исполнения, везде работают. Тридцать градусов лишних сегодня, да? А здесь нет. Поэтому за этим средством нужно отследить. Вот и говорит университет, что это беда университета. Какая разница? Единое пространство сегодня. Это город, прежде всего. Это должно работать. Олег Алексеевич, а площадка будет открыта для населения? Туда просто люди смогут прийти, поиграть? Да, площадка для населения будет открыта. Ну, вы знаете, вообще это такая легкая будет площадка. Конечно, нам в первую очередь нужно обеспечить своих студентов. Вот так мы двери не запираем. У нас здесь и мамы с детьми гуляют, с колясками. Мне кажется, что... Что очень важно. Поэтому, насколько возможность есть, она должна быть доступна. По времени, по возможности. Бассейн работает у вас для города? Конечно. Ну вот, видите. Это очень активно. Поэтому, тот девиз, который мы с вами приняли, вуз для города и город для вуза. Вот это должно быть. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова